В эфире программа «Право знать». Меня зовут Елена Григорьева. Здравствуйте! Только за последний год в Новгородской области произошло сразу несколько чрезвычайных ситуаций, связанных с загрязнением водоемов. Последнее в марте, когда на поверхности реки Волхов под мостом у деревни Слудка местные жители обнаружили масляное пятно. Сегодня поговорим об экологической безопасности и защите водных объектов от загрязнений. Но начнем, как обычно, с краткого обзора новостей. По поручению прокурора Новгородской области организована и проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса. Предварительно установлено, что 22 мая этого года на автодороге М10 «Россия» туристический автобус из Москвы в районе деревни Литвиного Крестецкого района совершил съезд с проезжей части по ходу движения в Кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибших нет. Прокуратура региона даст оценку соблюдению требований законодательства при обеспечении безопасности дорожного движения. Ситуация находится на контроле прокурора области. Бывший председатель комитета ЗАГС Александр Трофимов, обвиненный в получении взятки, попытался смягчить меру пресечения. Его апелляцию рассмотрел областной суд. От участия в заседании сам Александр Трофимов отказался. Вместо него решение Новгородского районного суда о заключении обвиняемого под стражу до 28 июня оспаривала адвокат Марина Кулагина. Как полагают следователи, в 2020 году Трофимов через своих заместителей получил от трех других своих подчиненных взятку 100 тысяч рублей. За эти деньги он обещал им общее покровительство по службе. Сам Трофимов с этим не согласен. А вот сторона государственного обвинения считает, что мера пресечения в виде взятия под стражу судом была избрана верно, поскольку имеются на то основания. По мнению сотрудников прокуратуры, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу. Выслушав доводы сторон защиты и обвинений, областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции. Бывший председатель регионального комитета ЗАГС останется под стражей. При этом бывшие коллеги Александра Трофимова, которые проходят по этому делу как посредники в передаче взятки, сейчас находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту истязания детей. Фигурантом по нему проходит их собственный отец. По версии следствия, в Малой Вишере отец троих несовершеннолетних детей избивал их, а также издевался изощренными способами. Рассыпал на полу рисовую крупу в грубой форме, заставляя сесть на нее оголенными коленями. Выливал ледяную воду на голову. Сам в это время, по информации правоохранителей, находился в состоянии алкогольного опьянения. Эти факты были выявлены при проведении прокурорской проверки, во время которой оценивались условия воспитания детей в этой семье. Пострадавшим от 13 до 16 лет. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на детальное изучение всех обстоятельств преступления. Также будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов профилактики. Следственный комитет возбудил в отношении отца уголовное дело по статье 117 Уголовного кодекса «Истязание». В настоящее время 38-летний мужчина задержан. Дело в отношении его супруги расследуется полицией по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей». Сами дети сейчас находятся в социальном учреждении. Площадь загрязнения на реке Волхов специалисты оценили в 15 с лишним километров. Довольно много. Но сотрудники МЧС успели вовремя поставить заграждение, чтобы пятно не пошло вниз по течению, отравляя воду и берега соседнего региона. Подробности в нашем сюжете. По поручению прокурора Новгородской области на место разлива нефтепродуктов незамедлительно выехал межрайонный природоохранный прокурор Валерий Шутов. Туда же оперативно прибыли сотрудники МЧС, следкома, полиции и Росприроднадзора, чтобы оценить масштабы катастрофы и как можно скорее установить вид и источник загрязнения. Совместно с Росприроднадзором и лабораториями были отбраны пробы воды. Посмотрели на качество воды, не опасно ли для населения, причем какой-то вред. И в дальнейшем мы поднялись по течению, просмотрели квадрокоптер специально, посмотрели информацию, она предоставила организация, которая занимается ремонтом моста через трассы М-10. У них был специальный летательный аппарат, который мы просмотрели и увидели, что сброс произошел не непосредственно в месте, где находится мост, где обнаружили его как раз люди, а уже выше по течению. Источником сброса нефтепродуктов оказался Новгородский порт. Его руководство сразу предоставило правоохранителям доступ на территорию для проведения проверки. Выяснилось, что некоторое время назад в порту производилось резко старых судов, и мазут изначально вытек на почву, а уже потом, во время весеннего схода снега, вместе с талой водой попал в Волхов. Ликвидировать последствия разлива загрязняющих веществ удалось всего за три дня, в том числе благодаря усилиям сотрудников самого Новгородского порта. Но, конечно, этим дело не закончилось. Еще предстоит установить виновных и привлечь их к ответственности. Был зарегистрирован материал по факту загрязнения водного объекта, и органы контроля также возбудили свое административное производство. В настоящее время проверка проводится. В чем особенность данных проверок? Они требуют длительных экспертиз, анализа. Только после этого возможно какое-то принятие законного обоснованного процессуального решения. Надзор за данным объектом осуществляет наши коллеги из транспортной прокуратуры. Соответственно, мы всю информацию, которую мы собрали, передали непосредственно к ним. Соответственно, этим сейчас занимаются правоохранительные органы. Расследование продолжается и в Акуловском районе, где в прошлом году действия злоумышленников привели к разливу мазута в реку Перетна. Источником загрязнения была цистерна, брошенная на берегу. Изначально емкость была установлена на территории бывшей гидроэлектростанции, но оттуда ее похитили охотники за металлом. Шеститонную бочку они совершенно непонятным образом умудрились переправить через бурлящий водный поток и протащить по земле. Но довести преступный план до завершения и вывести добычу не удалось. Из бочки на землю и воду вытекло более 400 килограммов нефтепродуктов. Согласно заключению специалистов, причиненный ущерб водному объекту составил 30 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 250 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но если бы дело было только в сборщиках металлолома, водоемы Новгородской области страдали бы не так часто и сильно. На территории региона хватает предприятий, которые осуществляют неочищенные сбросы на регулярной основе. Их деятельность более негативно сказывается на качестве воды. Как показали проверки, основной причиной загрязнения водных объектов является антропогенное воздействие на них, вызванное ненадлежащей деятельностью предприятий жилищно-коммунального комплекса, производства и животноводства, которыми осуществляется сброс недостаточно очищенных сточных вод, водные объекты. Помимо этого, данными организациями ненадлежащее внимание уделяется техническому состоянию сетей водоотведения, которые зачастую находятся в состоянии, неудовлетворяющим требованиям законодательства. Причем именно предприятия жилищно-коммунального хозяйства вызывают особое беспокойство. Конкретно это касается муниципальных водоканалов. И не пары-тройки, а практически всех. То есть в каждом районе Новгородской области эти предприятия не способны в должной мере обеспечивать экологическую безопасность. Причин тут достаточно много. Это и редкость оборудования, это недостаточное финансирование работ по обеспечению экологической безопасности. Но здесь, наверное, хорошо бы отметить позицию граждан, гражданскую позицию, которые обращаются в органы прокуратуры. Также вот в Боровическом районе граждане обратились в прокуратуру области, поступило поручение, по которому была пройдена проверка в отношении му-боровический водоканал, в ходе которой было установлено действительно, что на выпусках в реку Мста отсутствуют необходимые очистные сооружения, необходимые для очистки. На нем были очистные представления, по которым два человека было наказано. Возбуждено 12 административных дел, по которым должностные лица были привлечены к штрафам в размере 60 тысяч рублей. Но дело, конечно, далеко не в том, чтобы наказать. Важно предупредить повторное загрязнение. Правда, в случае с водоканалами это требует времени и серьезных денежных вложений для строительства локальных очистных сооружений. Информация направляется нами в прокуратуру области. Тут дальнейшую информацию передается в органы исполнительной власти, которые уполномочены принимать непосредственные меры по изменению подачи качественной воды. Положительно влияет, конечно, и национальный проект экологии, который также позволяет принимать меры по дополнительной очистке воды. По итогам прошлого года органы прокуратуры Новгородской области выявили более ста нарушений в сфере охраны воды и водных биоресурсов. Для их устранения было внесено 20 представлений, 13 исковых заявлений направлено в суд, 27 юридических и должностных лиц привлекли к административной ответственности. Понятное дело, что загрязняя водные объекты в конечном счете, люди вредят сами себе. Ведь эта же вода потом используется в быту и для приготовления пищи. Поэтому очень важно не только привлечь виновных к ответственности, но и добиться реального устранения нарушений. В постоянной рубрике «Разъяснение законодательства» ответим на вопросы телезрителей. Как поступить, если сосед по даче вывел стоки канализации на ваш участок, и можно ли устанавливать контейнерную площадку рядом с источником воды? «Сосед по дачному участку сливает канализационные воды на мою территорию. Труба для слива, видимо, вкопана в землю, но по всему участку – лужи грязной воды. Куда обратиться, чтобы остановить загрязнение? Какой ответственности могут привлечь виновного?» Если нарушитель игнорирует ваши замечания и не соглашается решить проблему мирно, следует обратиться в Роспотребнадзор или прокуратуру. В соответствии с положениями земельного кодекса, собственники земельных участков обязаны не допускать загрязнения, истощения, деградацию, порчу или уничтожения земель. Приведение почвы в пригодное состояние при ее загрязнении осуществляется юридическими лицами и гражданами, виновными в земельных правонарушениях или за их счет. При выявлении нарушений санитарного законодательства, а также при угрозе распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений, должностные лица, осуществляющие санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право давать гражданам и юрлицам предписания, обязательные для исполнения в установленные сроки. Если нарушитель своевременно не исполнил предписание, следует обратиться в суд с исковым заявлением. В деревне установили новую контейнерную площадку прямо рядом с подземным родником. Местные жители оттуда постоянно берут воду, а теперь рядом с ним складируют мусор. Какие нормы есть для обустройства контейнерных площадок? Согласно нормам Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство и реконструкция хозяйственных и иных объектов, но только при условии, если они оборудованы сооружениями, которые обеспечивают защиту воды от загрязнения. Обязанность по созданию площадок для накопления отходов лежит на органах местного самоуправления. При размещении и содержании контейнерных площадок должны соблюдаться санитарные правила, которые регламентированы СанПИНом, который вступил в силу 1 марта этого года. Так, на территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, но огороженной, с водонепроницаемым покрытием. В радиусе не менее 10 метров не должно быть зарослей растительности, свалок бытовых и промышленных отходов. Вместе с тем, в радиусе ближе 20 метров от источника нецентрализованного водоснабжения запрещено мытье транспортных средств, стирка и полоскание белья, другие виды деятельности, которые могут нанести вред источнику. За использование прибрежной защитной полосы с нарушением ограничений хозяйственной деятельности предусмотрены штрафы. Для граждан в размере от 3 до 4,5 тысяч рублей, для должностных лиц от 8 до 12 тысяч, для юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей. Все выпуски программы «Право знать» можно найти в интернете, на официальном сайте Новгородского областного телевидения, а также в нашей группе ВКонтакте. Там же можно оставить свои вопросы для рубрики «Разъяснение законодательства». Мы увидимся в эфире ровно через неделю. Берегите себя и не позволяйте никому безнаказанно нарушать ваши права. До встречи!